И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодняшний видеоролик посвящен очень интересной теме, а именно той, что с сегодняшнего дня, непосредственно с 23 апреля, мы снова возвращаемся к нашему замечательному резисту в 25%. Сегодня, грубо говоря, у нас тот самый день, когда просто из-за одной обычной обновы моя 22 превратилась в дефолтный, раньше который был у нас, резист с чемпионом. Теперь у нас есть положительные изменения в этом плане, и 25 появляется у меня. Ну и такой момент, конечно же, я не мог ни записать, ни рассказать, почему так произошло, как это связано, с чем это связано, но полноценная 25, ну чемпиончика там нету, конечно, ну ничего страшного, ну чемпиончика всего лишь нету. Зато 25 стабильная, шикарненькая, в гараже теперь у нас имеется, и с нею мы теперь будем наваливать, разваливать, поэтому отправляемся в матчмейкинг, пикнем джаггернаута, ну и по тихой грузточке расскажем, почему так все это дело произошло. Сегодня, кто не знает, 23 числа у нас появился четвертый модуль в игре, и вместе с ним, соответственно, логично разработчики решили, что уникальные модули в виде 22 и 25% не являются столь жесткими. Соответственно, было принято решение, что теперь серебро будет иметь резист вместо 22, 25%, ну а резист чемпиона будет иметь целых 30%. Это очень жестко, сейчас я выключу вот этот звук, который опять появился, каждый раз он появляется, это очень плохо, что они не сделали так, чтобы он появлялся только тогда, когда я его включил, а не просто после каждого обновления в танках. Соответственно, мы имеем теперь, вместе с нашей командой, после того, как мы выиграли серебро на последнем межклановом чемпионате, дефолтный 25% резист, как у старого чемпиона. Ну а те ребята, которые выиграли чемпион с 25, теперь имеют целых 30%, и это, конечно же, жесткая имба. 25% это уже имбище, но что касаемо 25%, ой, 25% говорю, что касаемо 30%, это просто габела. Я считаю, что это очень жесткий рез, которому в дальнейшем, конечно же, стоит стремиться, но 25%, я бы сказал, что очень тоже неплохое достижение, которое у нас сегодня-таки появилось в гараже. И можно сказать, это видос для тех ребят, которые будут там не знать, откуда там у меня 25, как так, у меня было 22, тут поп резко и 25 стало. С этим видеороликом, я думаю, что такие моменты будут ребятам понятны. Ну и понятное дело, что если вы и с 22, и с 20 я раздумывал о том, что, возможно, стоит купить четвертый модуль и играть вместе с ним, то сейчас я, в принципе, уверен, что мне 25 хватает. 25% это дополнительный процент от каждой пушки по троечке, то есть это в сумме где-то около 40, может даже чуть больше. Ну и плюс, ко всему прочему, как вы знаете, теперь у нас спектр защищает от критического урона каждой пушки, также на 25%, что является очень крутым показателем для всех тех ребят, которые старались и зарабатывали подобные модули. Ну и, наконец-таки, я, конечно же, рад тому, что те ребята, которые являются помощниками нашей игры, ну, не имеют того, чего достается потом и кровью, грубо говоря, да. То есть есть хоть какое-то отличие не в виде двух процентов, а в виде пяти и в виде десяти, да. А то, когда ребята имеют двадцатки за то, что они являются какими-то помощниками, иногда мне, ну, становится грустно, честно. Становится как-то грустно, несправедливо как-то все это дело выглядит. Ну, а сейчас с 25-кой уверенной я, по крайней мере, себя чувствую более чем достойно. Ну и, как вы понимаете, все равно большое количество четверных резистов у нас в игре, скорее всего, не будет. Все-таки это удовольствие стоит довольно приличных денег. Ну, посмотрим, посмотрим, как ребята будут покупать. Я для себя понимаю, что единственный вариант, при котором я могу приобрести четвертый резист, это, ну, я имею ввиду именно модуль, только если у меня выпадет броненосец, либо я его как-то каким-то магическим образом где-то получу, тогда будет смысл приобретения, потому что это защита 50% от критического урона. При любом другом раскладе я не вижу никакого абсолютно смысла приобретать четвертый резист, имея 25 у себя в гараже. Поэтому здесь, наверное, все дефолтно, стандартно. Просто надо работать дальше. И, ну, наверное, не останавливаться на достигнутом. Все-таки теперь есть уже стимул, к чему стремиться. Если раньше это было всего лишь разница в 3%, то теперь разница в пятерочку, в 5%. Но я бы на своем аккаунте хотел бы иметь 30% от всех вооружений. Я считаю, что это очень жесткая тема. Поэтому, возможно, это лишь дополнительные стимулы, мотивации, чтобы в следующий раз, когда будет возможность поучаствовать в турнире на модуль в виде 30%, ну, как-то больше выложились, постарались все это дело реализовать. Ну, ладно, раз мы уже запихались в катку, давайте теперь уже с этой же 25-точкой попробуем потянуть котулю. Сливали только что 3-5, уже 4-5. Попробуем камбэкнуть. Не знаю, получится, не получится, но будем надеяться. И я думаю, что сыграем еще одну каточку. Все-таки надо посмотреть на 25-точку в действии. И, ну, немножечко сравнить, да, насколько сильно чувствуется отличие 22 от 25. Я для себя, наверное, понимаю, что разница не сверх большая, но ощутимая. Ощутимая, зная, каково было играть раньше на 25-ке. У меня все-таки она была 2 года подряд с небольшим. Я для себя, конечно же, понимаю, что этот резист реально очень крутой, очень достойный. И я не могу себе представить, насколько жестче все-таки 30-очка будет наваливать в матчмейкинге. Ну, ладно, не в этом суть. 57 секунд до конца, мы проигрываем бой. И было бы неплохо, если бы мы сейчас как-то постарались его, ну, хотя бы, хотя бы на 6-6 свести, что ли. Главное, чтобы сейчас молодой человек ховердрайв не прожал, а он как раз-таки прожимает. Право, может быть, сейчас получится задавить. Если получится, будет очень неплохо. Времени на респ одного джиггернаута точно у меня есть, если бы мне не мешали. Ну, ладно, пробуем. Если-то мне еще и стопят. Пытаются слить. Ладно, все. Я понял. Я понял, что я наигрался. То, что шансов на реализацию этого ховердрайва, кроме как сейчас, у меня уже не было. Либо я бы сейчас ушел на респ. Ну, к сожалению, сливаем каточку, но я думаю, что сейчас надо реабилитироваться. С 25-кой-то нет. С 25-кой-то можно реабилитироваться. Все-таки, ну... Не просто так же мне резид сдавали, правильно? Надо пробовать, реализовать все это дело в игровом формате. Джиггернаут. Сейчас мне, наверное, джиггера и дадут. По идее. По идее, должны давать. Что-то долго грузит. Ой-ой-ой-ой-ой, какая шикарная каточка просто. Вот это я понимаю. Но тут грех будет сливаться. Надо сейчас очень аккуратно и грамотно сыграть. Очень аккуратно и грамотно. Джиггернаут под левую стеночку становится. Мы ему троечку накидываем в харю. Добавляем сейчас еще. Добавку еще в виде троечки. Теперь уже он открывается. Я добавляю еще троечку. Открывается. Добавляю еще троечку. Открывается. Не добавляю. Открывается. Добавляю. И он остается на один выстрел. Мы на агрессии просто пушим. Но молодец все-таки игрок. Он как бы не очканул. Сыграл тоже до конца. Я думал, что в такой ситуации молодой человек все-таки испугается и не будет додавливать на плюс-даблью. Но он хотел на агрессии до конца сыграть. Неплохое решение. В принципе. Неплохая сводочка по противничку. Надо его, конечно же, пытаться добить прямо сейчас. Играет максимально аккуратненько. Троечку добавляем. И еще троечку добавляем на слитую. 2-0. Шикарный счет. Рикошет пытается слить. Чуть-чуть надо подсейвить. Потому что 50% овердрайва. Тройку по джаггернауту добавляем еще одну троечку. И есть молот, который уже хочет слить. Но у него, конечно же, ничего не получится. Почему-то рельса сразу не полетела. Но ладно. Добавку тройку добавляю. Тройку еще добавляю. Джаггернаут очень грамотно мне сейчас дает овердрайв. Чтобы я мог его себе оформить. А это что такое? Чел как-то подлагивает очень некрасиво. И такие подлаги, наверное, даже искусственным путем вызваны. Ну ладно. 3-0. Хорошо. Едем пока что. Пока что хорошо едем. Заберем сейчас. Не заберем ничего. Я понял. Я думал, заберем, честно говоря. Честно говоря, думал, заберем. Могут сейчас слить меня. 4-0 ведем. Очень неплохо. Ну и... Ощущается, конечно же. Конечно же, ощущается. И видно изменения. Я вот только не могу себе представить, насколько жестко с 30-кой было бы. 25, я считаю, тоже не кислая тема. 4-0. Джаггер уходит под сейву. После слива новый Джаггер не играет на рисковочку. Киллов довольно-таки мало. Но... Делаем акцент на уничтожении Джаггернаута в этом бою. Пробуем допушить. Даем фулл сводку. Ну и уничтожаем, соответственно. Неплохо. Джаггернауту надо, конечно же, дополнительный овердрайв от Диктатор. Ну и раз уж мы начинаем пушить, то я думаю, что эту катку надо допушить. Правильно? Вот так вот делаем. Хорошая сводочка. На 6-0. Работаем. Шафт дает очень много демеджа. Играем на аккураточку. Даем троечку по Джаггеру. Ну и, к сожалению, уходим на респ. Но это 6-0. За 3 минуты до конца я считаю, что очень хороший результат на подпуши сейчас сработал. Можно было, конечно, на последнюю уже откатку давать. Но если уж играть на агрессии, то играть на агрессии до конца. Не бояться доигрывать моменты до победного. Да, даже если в данной ситуации, например, не получилось. Ничего страшного в этом, как по мне, нет. У с 6-0 я не думаю, что наши тиммейты могут отдать вот такой вот бой. При том, что я играл довольно агрессивно. Я в это слабо верю. Все, что мне нужно сделать, это прямо сейчас потерять пару-тройку противников. Поднять себе процент овердрайва. Ну и потом уже можно спокойнейшим образом отправляться на уничтожение вражеского Джаггернаута. Без особых проблем, скорее всего, у меня должно это дело получаться. Ну а сейчас накидывать урон по Джаггеру можно, в принципе. Но есть большая доля вероятности, что либо его вылечат, либо просто не дадут его мне уничтожить. Поэтому лучше все-таки на верочку доработать сейчас с овердруйвом. Добрать его. Но наши тиммейты и так справляются с Джаггером. Троечку получаем за 600 очков с досрочкой. Очень неплохой результат с точки зрения того, что бой был довольно-таки короткий период времени. Шел. Поэтому как-то так, друзья. Теперь вы в курсе всех событий. Теперь мы возвращаемся с нашей замечательной 25-кой. Ну и надеемся и верим, то, что ее сможем, возможно-таки, даже приумножить. А может и не сможем. Но время покажет. Как-то так, друзья. Всем спасибо за просмотр, друзья. Обязательно не забывайте поддерживать видеоролик лайком, подписочкой на канал, если вы еще этого не сделали. Пишите, что вы думаете по этому поводу, что вы думаете по поводу этих изменений. По четвертому модулю, я думаю, что и так есть у вас мысли в другом видеоролике. Ну а по поводу смены. Хорошо, плохо. Я для себя, конечно же, только могу порадоваться. Да и если бы у других ребят, скорее всего, были бы эти спектры 25-30, я бы тоже был бы доволен тому, что все-таки что-то делается во благо ребят, которые стараются выигрывать игровые, призовые, киберспортивные модули и имеют дополнительное отличие от тех ребят, которые просто являются обычными помощниками проекта. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.